В администрации района прошло заседание коллегии социальной сферы по вопросам здравоохранения, на котором были подведены итоги работы прошлого года, рассмотрены проблемные вопросы, а также намечены планы на текущий год. В заседании коллегии социальной сферы приняли участие заместители главы района, председатели районного совета, члены депутатских комиссий, врачи, заведующие поликлиниками, представители фонда обязательного медицинского страхования главы поселений. С основным докладом об итогах работы отрасли в прошлом году выступил главный врач Центральной районной больницы Юрий Просоленко. Говоря в целом о состоянии славянских лечебных заведений об уровне оказания медицинских услуг, нельзя не заметить ряд положительных изменений, произошедших за последнее время. Значительно улучшилась материально-техническая база, проводится капитальный ремонт учреждений здравоохранения, строятся новые объекты. Так, в 2018 году завершен капитальный ремонт второй части детской поликлиники. В городе построен новый офис врача общей практики. Благодаря помощи депутата Государственной думы Ивана Демченко отремонтирован второй этаж Петровской участковой больницы. Работы по модернизации учреждений здравоохранения будут продолжены и в этом году. В этом году уже построен модульный фиксерский фонд «Кутри деревянных», который начнет работу в самые ближайшие дни. В настоящее время готовится документация для его задачи на эксплуатацию. В этом году также планируем закончить последний этап капитального ремонта инфекционного локсированного отделения, провести проектирование капитального ремонта хирургического корпуса. Для этого на следующий момент готовится проектно-смертная документация. Также в планах на этот год строительство модульного фаба «Кутри красноммейский городок» и русского сельского поселения и проектирование локов в поселке Целинь. Для улучшения качества обслуживания населения лечебные учреждения оснащаются современным медицинским оборудованием. В детской поликлинике благодаря помощи Краевого министерства здравоохранения были приобретены портативный аппарат УЗИ, ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, офтальмологическая щелевая лампа, тонометр внутриглазного давления, лор-комбайн. В отделениях ЦРБ были установлены новый рентгеновский комплекс, аппарат для вентиляции легких, эндохирургический комплекс и многое другое. Всего от Министерства здравоохранения Краснодарского края в прошлом году получено оборудование на сумму 23 миллиона рублей. Планомерно решается и вопрос с нехваткой врачебных кадров и среднего медицинского персонала. В настоящее время Кубанском медицинском университете по целевым направлениям высшее образование получает 29 студентов, которые после окончания обучения должны будут вернуться работать в наш район. Планируется, что в 2019-2024 году приступят к работе порядка 40 врачей. Принимаются и другие меры по привлечению специалистов в наш район. В нами совместно с администрацией муниципального образования Славянский район проводится кадровая политика по привлечению в район врачей востребованной специальности. В 2018 году служебное шелье предоставлено 9 медицинским работникам. Двум врачам-терапевтам-участковым произведена компенсация расходов на приобретение жилья в размере 100 тысяч рублей. Две квартиры на сегодняшний день находятся в резерве. Для тех врачей по специальности, которые у нас в районе Центрисовской. Дайте семьям докторов оплачивался съем жилья. Единственную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей в 2018 году получили два врача. Это два врача-терапевтам-участковых, Станицы Петровской и Кутер-Кашевск. Заключено два целевых договора на обучение в Кубанском государственном медицинском университете. В 2018 году приступили к работе 5 молодых специалистов, обучавшихся по целевому набору и по программе «Врачебная карта для сельского здравоохранения». Говорили на заседании коллеги и о проблемных вопросах. Прежде всего, это качество оказанных медицинских услуг. Славянцы, столкнувшиеся с проблемами в получении медицинской помощи, могут обратиться на телефон горячей линии Славянской ЦРБ. По каждому из обращений проводится тщательная проверка и принимаются дисциплинарные взыскания. Главный врач Юрий Просоленко еще раз обратил внимание собравшихся на необходимость строгого соблюдения принципов врачебной этики. Руководители медучреждений должны регулярно проводить разъяснительные беседы с персоналом. Люди, обратившиеся за медицинской помощью, должны получать ее качественно и в полном объеме. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».